За прошлый год наркополицейские изъяли полторы сотни килограммов наркотиков. Криминальную статистику на треть пополнил лишь один житель Табата. У него в январе нашли 50 килограммов марихуаны. Все складывал у себя в подполье. Мы информировали, когда оперативники начали изъимать, у него просто лопатой выкапывали, пока до дна не дошли. Прямо в подполье не заморачивался человек, все себе засыпал. Антилидер ведомственной статистики – синтетические наркотики. Их в прошлом году изъяли в 9 раз больше, чем в 2014. При этом наркоконтроли отмечают в кризисный год. В Хакасии стало модным заниматься наркобизнесом целыми семьями. Только в настоящее время решение суда ждут две задержанных супружеских пары, у которых на руках малолетние дети. Суд вынесет обвинительные приговоры, а там сроки немалые. Когда потом они увидят своих детей, если сейчас они, можно сказать, несмышленыши, можно, как говорится, радостные моменты воспитывания ребенка с самого маленького возраста пропустить. Еще одна тенденция 2015 года – наркобизнес помолодел. Продажи синтетики через интернет стали активно привлекать школьников и студентов. Наркополицейские предупреждают молодых людей. Нужно хорошо подумать, прежде чем делать закладки наркотиков по городу. В отдельных случаях ответственность за их распространение наступает уже в 14 лет. Но есть и статистика, которая не может не радовать. Например, количество вызовов скорой помощи при наркотическом отравлении снизилось в три раза. А в борьбе с торговцами, смертью и наркоманами, полицейским все чаще стали помогать неравнодушные жители. Есть случаи, когда жалобы в наркоконтроль пишут целыми подъездами. Они сидели за это дело, а потом они когда освободились, она сожители взяла, и они вместе варили, мы задыхались. Но вот этот раз они пришли, извинения попросили и сказали, что больше мы не будем. И с тех пор, как они отсидели, пока варка у нас прекратилась. Виктор Бур, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.